спасибо татьяна добрый день коллеги рада вас всех видеть и приветствую новых слушателей прошу от вас плюсики если со звуком видео все в порядке и и будем продолжать спасибо и еще один момент мы говорили о том можно ли пользоваться презентации разумеется можно забирайте смотрите возвращайтесь потому что конечно когда идет новая информация то не всегда можно решить что вот ага мне эта книга нужна я к ней вернусь все забывается и конечно какой-то наглядный материал это здорово и так смотрю смотрю на ваши плюсики итак мы с вами не виделись целое лето прошла маленькая жизнь да она была наполнена событиями отпусками делами и в то же время огромной тяжелой работой мы со своей стороны издательства директ медиа проработали абсолютно все дисциплины мы не стали терять это время зря и посвятили заполнению каких-то пустот или более глубокому более глубокому посвящению какие-то темы все свое время актуализировали контент в общем у нас появилось очень много интересного и актуального сентябрь был тоже для нас ознаменован интересным событием мы участвовали в московской международной книжной ярмарке в манеже для нас этот опыт был впервые мы обычно участвуем в ярмарке нон-фикшн а здесь еще решили попробовать и международную книжную ярмарку это было интересно познавательно много новых и старых знакомых ну в общем мы надеемся что этот опыт был будем использовать и последующие годы на сегодняшнем вебинаре мне бы хотелось рассказать о направлении в котором мы уделили особое внимание показать какие книги подготовили в сентябре и открыть сезон трека вебинаров о новинках нашего издательства и хочу сразу оговориться что конечно же мы не можем в рамках одного вебинара рассказать абсолютно обо всех книгах которые выпустили за месяц просто не хватит времени у нас выходит около сотни книг а я представляю вам наверное выжимки такое самое интересное может быть то на что хотелось бы обратить внимание а ну поехали как говорится сегодня мы коснемся таких направлений дисциплин специальности как экология основы природопользования геокреология география страноведение туризм военное дело медицина химия информатика педагогика право иностранные языки литература ведения будет архивное дело конечно же история наша любимая мы не можем обойтись это наше направление история философия психология перейдем сразу же к новиночке экологии основы природопользования направление которому она относится название вы видите на экране парковые ландшафты степной зоны вопросы экологии давно вышли на первый план среди широчайшего спектра всех проблем свойственных нашему времени вот в связи с этим данная монография становится особо актуальной потому что посвящена парковым ландшафтам снижающим шум уровень загрязнения воздуха авторы монографии анализируют факторы и условия создания современного состояния парковых ландшафтов степной зоны приводят экологическую оценку их составляющих издание это адресовано студентам аспирантам специалистам в области озеленения ландшафтного дизайна экологии почвоведения агрохимии и биологии следующая книга выпущенная нами в сентябре тоже относится к экологическим дисциплинам картографическое обеспечение природоохранной деятельности это учебное пособие в нем рассмотрены вопросы современного состояния экологического картографирования классификации экологических карт экологических проблем и ситуации составление собственно составления карт оценки природных ресурсов картографирование антропогенных нарушений ландшафтов по материалам космических съемок в общем и множество множество других интересных тем это учебное пособие ориентировано на учащихся средних профессиональных учебных заведений собственно для тех кто обучается на специальностях картография гидрологии рациональное использование природо хозяйственных комплексов в первую очередь для них следующая книга тоже из области экологии но более узкая она относится к радио экологии противородоновая защита жилых и общественных зданий это монография и в первую очередь она адресована специалистам строительной отрасли конечно же тем кто занимается проектированием противородоновой защиты новых зданий а также зданий которые подлежат реконструкции восстановлению восстановлению реставрации книга это будет востребовано при разработке мероприятий по нормализации радоновой обстановки в эксплуатируемых и подлежащих капитальному ремонту зданий представленный материал в этой книге будет полезен и более широкому кругу читателей всем тем кто интересуется проблемами экологической безопасности современного строительства следующая книга в двух томах и вообще мы уже говорили ранее о планируемом выпуске вот этого двухтомника геокреология напомню немножко эти книги представляют собой обзор молодой науки геокреологии которые следуют вечную мерзлоту ее характер особенности процессы и распространение на земле вечная мерзлота это результат особых климатических и геологических условий в которых возникают мерзлые горные породы и подземный лед она оказывает огромное влияние на деятельность человека в холодных районах и окружающую среду в Арктике здесь встречается уникальная группа ландшафтных явлений и мерзлотных процессов описанных в книге которых больше нет нигде ни в каких других местах человечество извлекает все больше ресурсов из этих регионов и знание геокреологии требуется для того чтобы проводить здесь инженерные изыскания какое-то проектирование строительство и успешно реализовывать экономические проекты книга это написано тремя специалистами представляющими три страны с обширными областями вечной мерзлоты то есть это не голословные теоретические размышления суммарно авторы имеют более чем 120 летний опыт исследования и участие в проекты на вечной мерзлоте во всем мире и в этой работе они попытались обобщить свой опыт в этой области все свои знания книга это предназначено для студентов геологических географических специальностей инженерных ученых работающих в области распространения вечной мерзлоты в общем крайне интересный двухтомник обратите на него особое внимание следующая книга тоже в двух частях это научно-популярная литература она тоже находится в области географии страноведения называется остановки в пути и интересного медийного человека николая не помнящего ну что они рассказать удивительное дело на большую часть жизни путешествия по россии и другим странам были для автора частью его профессиональных обязанностей он несколько десятилетий проработал журналистом в различных молодежных изданиях главным образом в журнале вокруг света причем на должностях от рядового сотрудника до главного редактора ну а собирать все самое-самое интересное о мире его народах в природе он начал с самого детства за что его и прозвали еще в школе фанатом поиска эта книга лишь часть того что удалось собрать автора за время его работы в печати и путешествия по всему миру многое что не помещается на страниц периодики и книг ушло в выступление, в лекции, на радио, телевидении сохранено разумеется в интернете так что будем считать, что эта книга это такая увертюра к дальнейшему рассказу о нашей планете тайных и загадках ее обитателей в общем книга довольно заметная прекрасный слог рекомендую но немножко о серьезном вернемся к учебникам, монографиям, учебным пособиям из области туризма хотелось бы обратить внимание на особую книгу это монография международный туризм как геополитическая сила в этой монографии раскрываются теоретические аспекты геополитического влияния концепции жесткой, мягкой и умной силы особенности использования туризма как инструмента геополитического воздействия в специальной литературе существуют единичные попытки рассмотреть туризм в качестве жесткой или мягкой силы воздействия в монографии впервые туризм предстает в виде умной силы авторы разбирают наиболее яркие кейсы по теме исследования и оценивают результаты использования международного туризма в качестве инструмента жесткой, мягкой и умной силы монографии рассчитаны на специалистов в области геополитики политической географии, туризма, разумеется также она адресована преподавателям вузов, студентам, аспирантам ну и в принципе широкому кругу заинтересованных читателей следующая книга, о которой хотелось бы мне вам сегодня рассказать она не только экологии касается, но и касается военного дела название этой монографии ресурсосберегающая ликвидация отходов вооружения военной специальной техники новая старая отрасль промышленности и старая геология такое название сложное но что это такое? это обобщение результатов научных исследований и практической деятельности авторов по решению проблемы ликвидации морально устаревших и снимаемых с вооружений изделий военной техники и рассматривается это во взаимосвязи требований экобезопасности и ресурсосбережения вот такой сложный заход, но тем не менее он довольно актуальный для России это одна из наиважнейших проблем в ее решении одним из главных путей является нормативно-правовое обеспечение процесса ликвидации к которому в книге уделено большое внимание вот как ни странно, все начинается с документов и это оказывается самым сложным настоящая книга это первый отечественный, зарубежный и международный материал, не побоюсь этого слова посвященный решению различных проблем ликвидации отходов рассматривающий их в комплексе начиная от упорядочения организационных, технических, технологических, экономических, экологических и социальных мер необходимых для проведения работ по ликвидации изделий военной техники при этом использован авторский подход к многолетней успешной реализации методологии стратегического структурирования проблем и решений на базе авторской теории стандарта Софии тоже очень интересный подход наряду с вопросами технического характера в этой книге уделено внимание вопросам планирования потому что нормативные документы нормативными документами а вот как это сделать и с какой стороны подойти для этого всего нужно планирование а если еще кто-то это написал то цены этому изданию нет тем не менее предлагаемая книга дает исчерпывающее представление о том круге научных технических проблем которые необходимо решать в кратчайшие сроки поэтому обращаю внимание библиотек на это издание и хотелось бы серьезного отношения и широкого распространения именно такого вида литературе ну а плавно перейдем к составляющим этих всех отходов и следующая наша тема это химия начнем с самого простого мы выпустили в сентябре даже чуть ранее но представили это в сентябре пособие по химии задание ЕГЭ высокого уровня сложностей предлагаемое пособие составлено в соответствии с требованиями новой спецификации ЕГЭ и предназначено для подготовки к единому государственному экзамену по химии включает задание только высокого уровня поэтому она адресована учащимся 10-11 классов которые планируют сдавать ЕГЭ по химии и получить высокий результат вот это важно а также разумеется учителям, методистам и всем тем кто готовит этих вундеркиндов к сдаче ЕГЭ на высокие баллы усложним нашу химическую составляющую и представляю вам книгу тоже из раздела химии амиды и сульфанамиды кинетические закономерности синтеза и механизма реакции научная школа профессора Курицына в Ивановском государственном университете на протяжении нескольких десятилетий проводит комплексные исследования реакционной способности аминосоединений N-антеллирования производными карбоновыми и сульфоновыми кислотами в настоящей монографии обобщены результаты этой работы работы авторского коллектива по изучению кинетических закономерностей механизмов реакции в образовании амидов и сульфанамидов что могу сказать для кого эта книга ну если вообще непонятно то конечно она для студентов и аспирантов высших учебных заведений обучающихся по образовательным программам по химии научным и инженерно-техническим работникам специализирующимся в этой узкой области синтеза амидов и сульфанамидов следующая книга тоже касается химии но больше все-таки уходим в фармацевтику мы стараемся пополнять наш контент и для медицинских учебных заведений для нас это важно не только в свете последних событий мы занимались этим и ранее книгу представляю вам общая фармацевтическая химия анализ лекарственных средств неорганического происхождения данное пособие представляет собой руководство для практических занятий студентов третьего курса начинающих изучать дисциплину фармацевтическая химия руководство включает в себя краткую теоретическую часть практические работы контрольные вопросы рекомендуемая литература по каждой теме разумеется и в условиях дистанционного обучения данные материалы могут быть использованы для проработки основных вопросов по общей фармацевтической химии и анализу лекарственных средств неорганического происхождения в общем такое начало для студентов приступающих к изучению дисциплины фармацевтическая химия следующая книга которую хочу вам представить она для нас такая знаковая это фонд тестовых заданий по анатомии для медицинских училищ училищ и колледжей что это значит фонд тестовых заданий адресован студентам и преподавателям образовательных организаций среднего профессионального образования СПО обучающихся по специальностям лечебное дело сестринское дело пшерское дело по дисциплине анатомии и физиологии человека вот уровень детализации материалов фонда отвечает здоровым амбициям специалистов среднего звена потребностям системы непрерывного медицинского образования фонд адекватен задачам предварительного текущего и итогового контроля знаний поскольку он содержит тесты первого и второго уровней сложностей а также задачи для самоконтроля поскольку он содержит эталоны правильных ответов формат тестов унифицирован адаптирован к переводу в цифру интегрируется с аппаратно-программным комплексом интерактивный анатомический стол пирогов и его аналогами контент этого пособия репрезентативно отражает все разделы анатомического сегмента и учебные это учебные дисциплины фонд универсален он может быть использован на всех стадиях и уровнях образовательного процесса от рекрутинга абитуриентов до вузовского, высшего и непрерывного медицинского образования в общем это ценнейшая книга идем дальше анатомы физиологические особенности организма человека тоже из области медицины учебное пособие в нем рассматриваются вопросы организации целостного организма его взаимодействия с окружающей средой основные физиологические особенности функционирования всех всех систем организма в этом пособии использован системный подход к изучению и анализу многообразных внутри и межсистемных взаимосвязей человеческого организма отдельно рассмотрены вопросы влияния физических нагрузок на все системы организма выделены возможные патологические изменения возникающие при нарушении функции организма пособие это предназначено для студентов обучающихся по направлениям подготовки педагогическое образование физическая культура для лиц с вклонениями в состоянии здоровья ну наверное для педагогического образования с профилями подготовки дошкольное образование и просто физическая культура а также для специалистов работающих в области физической культуры и спорта и тех кто изучает медико-биологические дисциплины и представлю вам пару книг довольно узкой тематики но настолько узкой что действительно только для медиков для специалистов это отдельно взятая тема первое учебное пособие о котором хочу рассказать это пособие которое называется заболевание желчных путей в нем рассмотрен широкий спектр заболеваний изложены современные методы диагностики хирургического лечения пособие это приобретает особую актуальность в связи с неуклонным ростом заболеваемости желчевыводящей системы как в России так и за рубежом адресовано это пособие студентам обучающимся в медицинских колледжах и студентам первого-третьего курсов высшего медицинского образования в общем такая узкая тема но напоминаю что мы не боимся узости в первую очередь потому что любая узкая тема это и глубина и интерес и ценность такой литературы в научных кругах следующая книга острый перитонит тоже узенькая в своей области это учебное пособие в нем рассмотрены как и в предыдущем причины механизма развития диагностики перитонитов описаны комплексные хирургические лечения этого заболевания адресовано все тем же студентам медикам обучающимся в медицинских колледжах и первых третьих курсах высших медицинских учреждений и последняя книга из не радуйтесь из блока естественно научных дисциплин она по физике и она конечно больше научно популярное издание немножко выдохнем после перитонитов и желчевыводящих путей и обратим внимание на электричество в книге описаны все способы получения электричества приведены страницы истории электротехники посвященные открытию этих способов предназначена эта книга для широкого круга читателей простым понятным языком описаны и объяснены сложные процессы с которыми мы сталкиваемся ежедневно в общем книга очень интересная ее с радостью берут детские библиотеки детско-юношеские библиотеки хотя на самом деле не все взрослые знают откуда же у нас берется электричество ну и о серьезном но не очень никак не говорил Льюис Серрел в информатику книга ворда 2019 мы работаем в ворде каждый день а знаем ли мы что даже эта программа развивается теперь знаем в книге которую хочу вам представить автор Алвана Колокольникова замечательный автор многочисленных пособий практикумов по информационным технологиям компьютерным технологиям рассказывает о том как организовать работу с документами форматирование страниц абзацев символов создание таблиц диаграмм оформление текстового документа создание списков вставка символов формул вот это кстати важно таблиц сложных сложных конфигураций оформление самих страниц и подложка и буквицы и границы и заливки изображения сноски в общем весь ворд конечно не перечислить и это важно понимать что в этой книге самые последние новшества те разработки о которых люди работающие в ворде 10 лет 20 лет даже не подозревают а на самом деле все технологии развиваются совершенствуются некоторые вещи которые мы делаем в несколько приемов на самом деле сейчас можно сделать одной кнопкой большое внимание уделяется в книге стилевому форматированию работе с разделами структурой документов вставки клан-титулов номеров страниц в общем то на что мы особо не обращаем внимания но это важно и для авторов и для всех тех кто работает с книгами и документами ссылки на источники иллюстрации перекрестные ссылки указатели в общем все-все-все теперь мы можем работать красиво друзья мои обратите внимание на эту книгу и еще одна важная новинка сентября она только-только спустилась с типографского станка я вам ее принесла похвастать вот она книженция иллюстрированная цветными иллюстрациями замечательная книга цифровая трансформация аудиовизуальных архивов или аудиовизуальные архивы онлайн что это такое это монография ее подготовили в МГУ монография посвящена проблемам цифровой трансформации традиционных аудиовизуальных архивов переводу аудио фото кинодокументов в цифровой вид создание электронных ресурсов на основе созданных копий их представлению в сети интернет в основе монографии лежит информация и создаваемый автором в течение последних 15 лет базы данных в которой представлены доступные в мировой паутине информационные ресурсы основанные на переведенных в цифровой вид библиографических каталогах научно-справочном аппарате архивов и учетных документах музеев а также электронных копий объектов историко-культурного наследия здесь огромное количество приложений указатель в общем книга довольно ценная мы уже получили на нее массу заказов и если кто-то не успел вот обратите внимание аудио цифровая трансформация аудио-визуальных архивов она может быть использована и не только специалистами архивных исторических институтов но и может быть использована в качестве учебного пособия для студентов обучающихся по направлениям подготовки история археология историческая информатика источника видения историографии истории России документы видения архива видения в общем масса специальности профилей для которых эта книга подойдет даже вот не решаюсь вам все-все-все перечислять но в общем книга довольно ценная в качестве такого источниковического материала перейдем дальше обратите внимание поставьте галочку так переходим к следующей книге она тоже в области компьютерных технологий базовый инструментарий Moodle для развития системы поддержки обучения в этом издании рассматриваются практические вопросы электронного обучения в среде свободно распространяемой системы управления обучения Moodle представлены возможности этой системы если кто-то еще не начал работать это крайне интересно что там книги еще информация об этапах механизмах инструментах создания курсов дистанционного обучения рассмотрены интерфейс системы особенности настройки курса основы работы в Moodle технологии использования блоков ресурсов элементов этой системы средства геймификации мотивации мониторинга бально-рейтинговое оценивание результатов обучения в общем издание полностью укладывается в обязательное требование федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по выполнению важнейшего условия реализации основных образовательных программ по обеспечению обеспеченности обучающихся доступом к электронно-библиотечным системам и к электронно-информационно-образовательной среде издание это рассчитано на преподавателей учителей методистов технических специалистов занимающихся внедрением электронных технологий в различные формы обучения следующая книга вызвала у меня массу эмоций я восхищена и поражена современными преподавателями тот объем навыков и умений которыми они обязаны пользоваться даже приблизительно не могут представить обыватели наше стремление поддержать самоотверженный педагогический труд оно конечно неиссякаемое что мы можем сделать можем издать книгу но необычную это книга планшет планшет преподавателя в планшете раскрывается содержание компетенции педагогического мастерства вместе с тем в планшете не просто фиксируется система слагаемых успешной педагогической деятельности но и предлагаются из области педагогической технологии позволяющие преподавателю в ходе их реализации в учебно-воспитательном процессе формировать естественным образом соответствующие компетенции педагога мастера в общем о том как не только стать профессионалом но как получать от этого удовольствие все в этой книге обращаю ваше внимание дальше переходим полностью к педагогическим ну ближе к педагогическим направлениям и тоже интереснейшее пособие искусственный интеллект в образовании это методическое пособие в котором предлагаются новые дидактические средства ставящие целью решения проблем современного образования в условиях применения ресурсов искусственного интеллекта ну звучит громко но эти ресурсы существенно меняют образовательные процессы и трансформируют образовательную среду под искусственным интеллектом в пособии понимается способность компьютера выполнять задачи преподавателя то есть все-таки без настоящего интеллекта не обойтись сегодня применение искусственного интеллекта становится необходимым явлением в учебном процессе предоставляются широкие возможности для новых более эффективных методов и форм обучения пособия это предназначено для разработчиков искусственного интеллекта в образовании учителям общеобразовательных школ преподавателям образовательных учреждений и студентам направления подготовки образования и педагогические науки тоже довольно занятное издание и непосредственно к педагогике но начнем эту область область представления книг сентябрьских такой интересного учебника по вожатской организаторской деятельности несмотря на то что лето уже закончилось организовывать все равно кого-то в этом учебнике рассматриваются теория методика и технологии организации деятельности детско-юношеских объединений организации характеризуются особенности возможности деятельности разновозрастных групп предлагается методика организации проектирования их деятельности развитие самоуправления организации деятельности временных объединений детских оздоровительных лагерей методика проведения Массовых мероприятий, организованных детско-юношескими объединениями. В общем, все-все-все это учебник от основ и до реализации. Он рекомендован преподавателям и студентам профессиональных организаций среднего и высшего педагогического образования. Следующая книга. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Средних профессиональных образовательных учреждений с использованием современных педагогических технологий, реализующих интерактивные формы обучения. Пособие это носит практикоориентированный характер, так как по всем представленным в нем технологиям приведены примеры фрагментов учебных занятий, приемов работы, позволяющих реализовать компетентности и системно-деятельностные подходы к подготовке будущих специалистов, а также формировать эти компетенции, необходимые специалисту 21 века. В общем, очень интересное пособие. Более того, все, что в нем описывается, все это было опробовано на практике. Поэтому такой ценный практический материал. Ну, чуть-чуть вас порадую. Легкая книга, относящаяся к педагогическим и, ну, больше к риторическим дисциплинам. Учебное пособие «Азбука начинающего оратора». В этой книге, в этом учебном пособии представлены задания для практических занятий по дисциплинам профессиональная риторика и педагогическая риторика, которые также могут быть использованы как практическое руководство на этапе подготовки устного публичного выступления. Издание это адресовано студентам, учителям, словесникам, старшеклассникам и всем тем, кто интересуется вопросами риторики и мастерством публичной речи. Как видите, я не до конца его еще прочитала, но у меня все впереди. Обращаю ваше внимание на это интересное учебное пособие. А теперь о серьезном. Из области социологии. Идеология в социальной структуре современной России. Социально-философский анализ. Посредством предложенного в работе метода проведен анализ идеологических текстов. Описана структура, проанализирована социальная структура современной России. Дана характеристика ее основных элементов. В общем, такой разносторонний социально-философский анализ современной идеологии в социальной структуре. Ну, в общем, такое серьезное исследование. И, наверное, из области социологии на сентябрь у нас все. Чуть-чуть затронем еще коммуникативное общество. Культурный код экономического поведения. Это монография. Она представляет на сегодняшний день особо актуальное издание. В условиях пандемии, как бы не устали мы уже все от этого слова, авторы ставили своей целью способствовать ускорению информационного обмена на основе исследования культурного кода экономического поведения, которое, по их мнению, будет оказывать комплексное влияние на целевые аудитории. В общем, это такая монография исследовательского характера, которая может воспользоваться широкий круг читателей и понять, как сейчас все это устроено. И почему некоторые процессы пандемии коронавируса произошли именно так. Не буду рассказывать вам подробно, что вдруг читать не получится. Следующая книга из области права. Злоупотребление правом в российской правовой системе. В этой работе исследуются общественные отношения, связанные с злоупотреблением правом на отраслевом уровне в российской правовой системе. У нас по праву и по отдельным составляющим темам очень много литературы. И мы не устаем ее актуализировать и выпускать. И будем это продолжать делать дальше. Вот очередное издание, оно касается не только российской правовой системы, но и рассматривается в контексте международной правовой проблематики. Темы и акценты, расставленные в этом пособии, они, безусловно, заинтересуют и будут полезны широкому кругу специалистов, интересующихся проблемами злоупотребления правом в российской правовой системе. Работа эта предназначена для преподавателей, аспирантов, студентов юридических вузов и факультетов, а также практических работников органов правосудия и всех, кто интересуется актуальными проблемами совершенствования российского законодательства. Еще одна важная книга, выпущенная нами в сентябре. Мы ждем ее печатную версию. Вот она сойдет с типографского станка. Это вопросы права государственного языка и языка права. Традиции, инновации, развитие. В этой монографии представлено комплексное исследование вопросов и существующих проблем в сфере функционирования русского языка как государственного языка Российской Федерации на современном этапе. Исследуются проблемы совершенствования законодательства о государственном языке, актуальные вопросы государственной языковой политики, вопросы законодательной техники в связи с необходимостью совершенствования языка права, проблемы функционирования русского языка как государственного в сфере государственного управления. Авторы разделов это ученые-юристы, политологи, философы. Это такая комплексная коллективная монография. Кроме того, филологи, а также здесь есть практики. Вот это важно. Государственные гражданские служащие и преподаватели вузов, они не делают эту монографию проще, они делают ее актуальнее. Обратите внимание. Перейдем к нашей излюбленной теме. То, от чего мы получаем огромное удовольствие, потому что конверсия и внимание к нашему издательству привлекли именно такие книги. Книги по истории и философии. Представляем вам в этой области новое издание «Народная дипломатия в истории российских неправительственных организаций. Историко-документальная литература». Издание это содержит увлекательный рассказ о жизни и деятельности Александра Викторовича Рачинского, выдающегося российского дипломата, отдавшего все свои силы и знания в деле упрочивания позиций России на Балканах в середине XIX века и подъема национального самосознания Балгар. Книга эта адресована широкому кругу читателей и, как всем книге замечательного автора Щелкунова, мы надеемся на признание и широкое внимание Глазкова к его новому произведению. Следующая книга. Вот эту я вам покажу. У меня есть она в печатном виде. Вот она, пожалуйста. Она не очень большая, но крайне интересная. Книга нашего постоянного автора многолетнее сотрудничество у нас связывает. Не очень он простой, но бывает по-разному. Это книга новая работа известного историка, исследователя романовской темы, так называемой Юрия Александровича Жука. Книга эта расскажет читателю о памятниках царственным мученикам, установленным за последние десятилетия как в нашей стране, так и за ее пределами. Но тут есть определенный момент, вообще для чего была написана эта книга. К сожалению, большинство памятников не только далеки от портретного сходства с членами Российского императорского дома, но они не соответствуют и историческим аналогам по части знаний в области наград, военной формы одежды, строевого холодного оружия и прочих знаков отличия. Это интереснейшая книга, обращающая внимание на то, что мы раньше не замечали. Она полностью цветная, с примерами, описаниями, почему так, почему не так. Ну, в общем, эта книга не из серии «Найди 10 отличий», а из серии «Обрати внимание на свое историческое образование». В общем, рекомендую, обратите внимание, очень интересная книга. Будучи на выставке в Манеже, мне удалось ее полистать, и она нашла достойный отклик у читателей. Еще одна книга Юрия Александровича – это «Петроградский финал». Книга эта повествует о железне и о бессудном расстреле четырех членов Российского императорского дома. Великих князей Павла Александровича, Николая Михайловича, Дмитрия Константиновича и Георгия Михайловича, ставших жертвами проводимой большевиками в 1918-1920 году политики красного террора, в результате которой были уничтожены лучшие сыны нашего Отечества, по мнению автора и следователя Юрия Александровича Жука. Тоже обратите внимание на эту книгу, не могу вам ее показать в печатном виде, взяла только один образец исторический, но надеюсь, вы сможете увидеть, пощупать ее, если не в магазинах, то на полке своей библиотеки. Следующая книга из области мировой художественной культуры, даже, наверное, больше литературы веческой. Человек эпохи модерна. Что это такое? Я вам тоже ее принесла показать. Вот она. Вот она. Видите, та же обложка. Такое достойное издание. В рамках теоретической концепции модерна, как макроэпохи, в этой монографии, а это именно монография, рассматривается генезис и становление модернистской субъективности на основании трех антропологических инвариантов. Человек метафизический, человек психологический и человек эстетический. Основная часть исследования посвящена главным героям немецкого модерна. Гёте, Ницше и Гердлин. Монография предназначена для преподавателей, студентов гуманитарных специальностей и может использоваться в изучении истории зарубежной литературы, философии, психологии и эстетики. Ещё раз обращаю ваше внимание, тоже мы только недавно получили её из типографии и уже отправляем первый тираж в библиотеке. Следующая книга, которая тоже идёт в рамках литературоведческого направления, это книга «Встречное течение». Это монография, посвящённая вопросам восприятия России и русской культуры в английской литературе, а также аспектам воздействия английской культуры на русскую литературу. Книга состоит из двух частей. Первая часть – это «Английские писатели в диалоге с Россией». Она включает в себя статьи разных лет об образах России и русских произведениях английских писателей 20-го, начала 21-го веков. А часть вторая – «Русские писатели в диалоге с западноевропейской культурой» освещает вопросы рецепции творчества Байрона в контексте западноевропейского протестантизма, романтизма и нитшианства. Книга адресована всем, кто интересуется вопросами иммогологии, истории русской литературы и англо-русскими взаимосвязями. Несколько лет назад мы уже выпускали как раз книгу, которая содержит первую часть, вошедшую в нынешнее издание. Это был сборник статей. Тираж его очень быстро закончился. И сейчас мы наконец-то в 20-м году выпускаем более полное издание и тоже надеемся на такой успех. Следующее издание – это «Мистериальные миры в русской литературе 19-20 веков». Эта монография, в ней исследуются мистериальные принципы изображения и их художественные функции поэтики русской литературы 19-20 веков. Мистериальные контексты в творчестве Лескова, Толстого, Чехова, Пастернака рассматриваются на уровне внутренней жанровой формы произведения. Образно-смысловая парадигма мистерий декодируется через ассоциативно-символические планы изображения. В качестве одной из центральных в работе обозначена проблема жанровых диалогов, ситуаций, взаимоотражений, в которые вступают между собой миф, трагедия и мистерия. Книга может быть интересна как филологам, так и специалистам в области культурологии, эстетики и герменевтики. Следующее издание, о нем мы уже говорили. Если здесь присутствуют те, кто был на последнем вебинаре, июньском. Эта книга была анонсирована прямо перед нашими летними каникулами. Не могла ее вам тогда еще показать, но сейчас буду рада представить. Посмотрите, какое замечательное издание, великолепное. Эта монография, напомню про что. В этой монографии всесторонне исследовано одно из самых ярких и малоизученных культурных явлений предпетровской России. Праздничная придворная поэзия конца 17 века. Главной темой изучения являлась зарождение и развитие нового в России поэтического жанра – оды, выражавшей настроение и устремление высших кругов страны в обстановке больших культурных перемен накануне преобразования Петра I. На основе выявленных в архивах рукописей придворных поэтов автор Андрей Петрович Богданов формирует и публикует большой комплекс произведений, раскрывающих процесс становления русской системы стихосложения, селаборитмической просодии, работа ломает стереотипные представления о темной и непросвещенной Москве, заменяя вымыслы фактами богатой истории, отечественной культуры, эпохи перемен. Академическое издание комплекса «Русская одическая поэзия» делает это культурное явление доступным для исследования историками, филологами. Издание это будет ценно для аспирантов и студентов гуманитарных вузов. Вот эта монография – это своего рода окно в неизведанную культуру Новой России, формировавшуюся до Петра и без Петра. Обращаю ваше внимание, замечательное издание. Для монографии это так внушительно, но это не суть просто монографии, это целое исследование, довольно редкое, и мы рады его представить. И в заключение представления новинок нашего издательства мне хотелось бы похвастаться книгами по иностранным языкам. Друзья мои, осталось совсем чуть-чуть, я быстро-быстро расскажу. Мы издавали книги по иностранным языкам с определенной целью – издать как можно более узкие темы. Посмотрите, пожалуйста, это и книги по медицинскому переводу, и словарь в области туризма, и моя любовь и предмет особой гордости – авиационный английский, особенности реализации языковой программы подготовки пилотов. Чудесное издание, пролистываю, потому что и вы уже устали, но мне все равно очень хочется похвастаться. Английский язык для искусствоведов – это очерки всеобщей истории. Профессор МГУ издал такое замечательное учебное пособие. И также, вообще мы очень глубоко уходим в профессионализм, базовый профессиональный английский. Что еще я подготовила? Пара книг по немецкому языку, «Немецкий язык в жизни и профессии». Это пособие для среднего профессионального образования. И долгожданная грамматика немецкого языка. Актуальнейшая первая часть ее в магазине «Озон» стала уже бестселлером и входит в топ-продаж. И мы, наконец-то, выпустили вторую часть. Готовили ее очень быстро, но скрупулезно. Поэтому рада вам ее представить. Не забывайте про то, что у нас есть не только электронные бумажные книги, но и аудио. Сейчас это определенный тренд, и издательства бросают все свои ресурсы для того, чтобы эту область вернуть. Когда-то уже был актуальный аудиокниг, и сейчас это все возвращается. Друзья мои, я благодарю вас за то, что вы меня выслушали. Напоминаю, что все новинки нашего издательства мы размещаем на сайте, как только они выходят. Пишем о них в соцсетях и в ВКонтакте, и в Инстаграме, и в Фейсбуке. И, конечно, будем рады и личному общению. И я с вами прощаюсь до октября. Приглашаю на вебинар по новинкам. Постараюсь в следующий раз быть короче. Ну, вы понимаете, я пыталась вместить целое лето в наш чат. Всего вам доброго. Берегите себя. До новых встреч. Спасибо.